С 1 июля всероссийские застройщики переходят на систему использования счетов Эскроу при долевом строительстве многоквартирных домов. Эскроу-счет – это специальный условный счет, на который будут зачисляться средства дольщиков. Строители смогут их получить лишь после передачи квартир, которые будут строить за счет банковских кредитов или собственных средств. Таким образом, участники долевого строительства будут застрахованы от ситуации, когда застройщик, забрав деньги, не выполнит своих обязательств. О готовности к переходу на Эскроу-счета говорили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Законом определено, что данная норма касается всех объектов, не внесенных в эксплуатацию, по которым договор долевого строительства уже заключен или будет заключен до 1 июля 2019 года и далее. Исключением многоквартирные дома со степенью готовности не менее 30% и количеством заключенных договоров долевого участия не менее 10%. Анализ оперативных данных показал, что уже с учетом вышеуказанных критериев по старым правилам возможен ввод в эксплуатацию 75 многоквартирных жилых домов, по которым заключено 5 821 договор долевого участия 35 застройщиками. Степень готовности данных домов составляет от 30% и выше, доля заключенных договоров долевого участия от 48%. В России сегодня 62 банка, имеющих право на открытие счетов и скроу. В Чувашии представлены 11. Два банка уже начали работу по проектному финансированию через эту систему. Из застройщиков работают три компании и около 20 подали заявки. Необходимо вести разъяснительную работу, отметил глава Чувашии, чтобы остальные активнее включались в процесс. Банки со своей стороны готовы к работе с использованием скроу-счетов. Буквально завтра назначено большое рабочее совещание, где все стороны смогут обсудить непонятные или проблемные вопросы и начать работать так, как того требует законодательство. Зашел разговор о ситуации в Маргаушском районе, когда жительнице выселок 1 мая приходилось самостоятельно преодолевать большие расстояния, чтобы отвезти детей в детский сад в село Юнга. По правилам, детей до школьного возраста запрещено подвозить к детскому саду в школьном автобусе, хотя он там ходит. Михаил Игнатьев заметил, что в таких случаях нужно оперативно искать пути решения. Процедура изменения законодательства, она долгая. То, что мы сейчас в федеральный закон хотим внести изменения в детей, чтобы можно было перевозить. Но нельзя проявлять бесчеловечность по отношению к детям, к родителям. В качестве выхода из положения в Юнгенском детском саду открыли группу круглосуточного пребывания с 4 марта. На совещании обсудили и прозвучавшую на коллегии МВД России информацию о якобы необоснованном завышении тарифов на услуги по утилизации отходов. Михаил Игнатьев поручил республиканским властям совместно с правоохранительными органами скрупулезно проверить все и в случае подтверждения фактов ущерба, причиненного бюджету, принять меры к взысканию средств и наказанию виновных должностных лиц. Специалистов